Здравствуйте! Сегодня я хочу достать черенки, которые с озеной положили здесь на улице под снегом. Они не то что под снегом, они метом, где реально защищены в коробе, хранятся и посмотрим, в каком состоянии они хранятся и мне их необходимо все равно достать на прорашивание. Итак, приступаем к раскопке их. Снимаем еще резиновый шифер. Здесь у меня до 14 стил, как видим. Открываем его. Здесь в укрытии еще картонка. Как видим, вот картоночка там лежит. Снимаем ее. И поближе глянем, как они хранятся. Вот как видим, вот они там хранятся. Сейчас необходимое количество, какое мне необходимо. Я ее просто достану. Остальное опять закрою до весны. Необходимое количество виноградной черенков я достал. Теперь та же самую, в такой последовательности, укрываю назад. Закрываю конюшко деревян. И теперь снегом укроется. Вот теперь укрыл снегом данный мой погребок для хранения черенков винограда. И так он теперь будет храниться. Вот как мы сами убедились, что черенки в хорошем состоянии, хорошо здесь сохранились. И теперь будем мы их проращивать. Посмотрим, как они себе дадут знать, когда мы их прорастим. Сейчас посмотрим на срезы, как выглядит черенок, который я хранил на улице и теперь занес в помещение. Вот видим, торец пока как бы сухой нам кажется. Но теперь мы сделаем срез, чтобы определенно узнать, какого цвета он. Делаем срез. И видим зеленого цвета. Так, с другой стороны делаем торец срез и определяем в виде зеленого цвета. Черенки хорошо сохранились на улице, лучше чем в погребе хранились. До этого я раньше хранил погребы, а это первый год. Нашел хранить на улице по новому методу. Видео у меня, как хранить черенки на улице есть. Ну вот и все. Как мы сами убедились, что черенки на улице очень хорошо хранятся. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает быть первым в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха и удачи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok